Пробный экзамен по математике – уже второе серьезное испытание для девятиклассников в этом учебном году. В декабре ребята также централизованно сдали русский язык. Перед началом, как водится, торжественная линейка и напутственные слова педагогов. У вас будет время по итогам полученных результатов, время для того, чтобы устранить дефициты своих знаний. Хочу вам пожелать удачи и успехов, чтобы вы сегодня написали свою работу, сдали сегодняшний репетиционный экзамен. Надеясь только на свои силы. Удачи и успехов. Репетиционные испытания – реальная возможность попробовать свои силы перед настоящими экзаменами. С каждым годом контроль за правилами сдачи становится все более жестким. И несмотря на то, что экзамен пробный, школьники волнуются. Естественно, я волнуюсь. И хорошо, что есть возможность поработать заранее, чтобы узнать свои результаты и исправить свои недочеты. Мы понимаем, к чему нам стремиться. То, что надо тренироваться, учиться, повторять все. Девятиклассникам предстоит не только продемонстрировать свои знания, но и соблюсти целый ряд правил, с которыми их знакомят перед тем, как приступить к выполнению заданий. Форма проведения максимально приближена к условиям предстоящего экзамена. При проведении экзамена сегодня задействовано 18 аудиторий, 5 технических специалистов, 36 организаторов, руководитель пункта проведения экзамена, 3 помощника руководителя пункта проведения экзамена. То есть полностью укомплектованы. Присутствуют также сотрудники медсанчасти, полиции. Благодаря первой попытке ребята осваиваются с обстановкой и впоследствии на экзамене чувствуют себя увереннее, отмечают педагоги. Мы их национально, конечно, настраиваем в начале экзамена, успокаиваем, что все-таки это пробный экзамен, где они могут попробовать свои силы, посмотреть, какие пробелы у них в знаниях существуют. Экзамен по математике длится 3 часа 55 минут. За это время ребята выполняют более 20 заданий. Оцениваются и экзаменационные работы по пятибальной шкале. Комиссия по их проверке будет работать с 16 по 20 февраля. Затем результаты поступят в школы и там будут объявлены девятиклассникам. Следующие репетиционные экзамены по дополнительным предметам по выбору ребята будут сдавать уже в своих школах. Ирина Заекина, Олег Семагин. Новости Губкинского.